Мне надоело плакать. Я устала пытаться. Да, я улыбаюсь. Но внутри я... ПНГ Эх, да. Я давно уже хотела признаться вам в своем гендере. Хотя для всех это было очевидно. Давайте на чистоту. На самом деле, видос об этой драме я хотела записать еще давно, ибо по классике весь англоязычный мир устраивает свои кальмаровые игры, а мы такие сидим и ничего не вкуриваем. Но потом выходит вот это видео, вот это видео. И вот я, как всегда, с опозданием. Раз мы будем обсуждать ПНГшников, давайте я повторюсь в лицевых образах. Кто это вообще такие? Исходя из моих личных наблюдений, ПНГ-туберы – это люди, записывающие короткие развлекательные видео на разные темы, основные из которых – это реакции на комментарии в духе тредов Реддита и АСКИ. Не достаточно просто иметь ПНГ-спрейты, поскольку это удел многих обзорщиков, сторидаймеров и комментаторов. Формат видео обязательно вертикальный. Спрейты должны создавать иллюзию движения за счет инструментов программы монтажа. Ну и самое важное – это прохождение паркура в Майнкрафте на заднем плане. А, ну и музыка из Дельтаруна. Музыку из Андертейла, б***ь. Дельтаруна вообще-то. Ну, я, наверное, сделаю для себя парочку исключений и поставлю самый русский вертикальный геймплей, какой только можно придумать. Вот теперь мы в естественной серии диабетания ПНГ-шников. Хотя на самом деле практически ничего не изменилось. Так, в чем прикол всей драмы? Знакомьтесь с основателем сия тиктоков и шортов ютуба – Джелли Бин. Почему-то многие комментаторы ее, мягко говоря, не любят. И видосы я делаю именно потому, что это заезженная пластинка о том, какая Джелли Бин плохая уже сидит у меня в печенках. Да, ее ник буквально переводится как «Желейные бобы», а я не особо люблю эти конфеты. Слишком много красителей. Да еще и от отдельной травмы с бобами Гарри Поттера. Но мы обсуждаем человека вообще-то. Как прекрасный потребитель контента комментаторов, я прекрасно знаю, как проходят все эти разоблачения, обзоры, разносы и критика. Есть человек, который либо где-то крупно облажался, либо начал лицемерить, либо просто токсик в принципе, либо все сразу. Все эти штуки заслуживают хейта. А теперь угадайте, почему хейтят желешку. Она популярна. Все. Да, она в какой-то степени кринжовая, как и многие подростки. Она любит кричать, как многие подростки. Она играет в Майнкрафт. И упоминала Дрима в нескольких своих видео, но... Она же просто солнышко! Я серьезно, вспомните любую драму на ютубе. Одна деваха рисовала R34 с собой и известным блогером. Другая воровала видео под чистую. Третья лицемерила и оказалась мужиком за 20, который загромил как минимум двух несовершеннолетних. Но желешка, она вообще ничего плохого не делала. Я серьезно просматривала ролики разносы разной длины от разных авторов с разным геймплеем на фоне, с кликбейтными превьюхами и не очень. Но все, что они могли сказать... Джельбин, это кринж! Джельбин, это фу! Ее батя вышел за молоком, и вот что стало с ней фу! Она не имеет права иметь столько подписчиков, потому что... Ну, вы видели ее видео? Это такой кринж, а я... Я не кринж, я противоположность кринжа. Но подписчиков у нее больше. Плохая Джельбин, фу! Отпишитесь от нее, подпишитесь на меня. Я... Я не знаю, что не так с этими людьми. Типа... Насколько твой мозг должен быть неразвитым, чтобы настолько открыто выражать зависть к девочке, которая продвинулась за счет, во-первых, твич-канала, на котором она появлялась изначально. Кстати, крутая задумка, если ты хочешь быть ютубером, но не заморачиваться с 3D. Во-вторых, снимая видео на популярную тему, а именно Майнкрафт, и в-третьих, выпуская ролики часто, что активировало алгоритмы ютуба. Типа, окей, я тоже завидую большим цифрам иногда, но Джельбин... Это один из тех ютуберов, который напоминает мне о том, что ламповые люди могут быть популярными. Что ты можешь иметь хорошую большую аудиторию без лицемерия, обмана, хождения по головам и разжижающего мозга детского контента. Кстати, вот все, то нытье действительно смотрелось бы более адекватно, если бы претензии были отрисованы по-мойному Элизагейту или видео в стиле «Никогда не делай этого в три часа ночи». Да, контент Желешки называют и детским, но я не согласна с этим термином. Он скорее подростковый, коренужовый и, что самое главное, безобидный. На самом деле, вся эта ситуация напомнила мне тех самых псевдоинквизиторов и критиков-начинающих критиков. А именно, как легко порой популярные ютуберы обсирают новичков просто потому, что могут. Но, как по мне, публичные хейты без серьезной причины признака дурачины. Конечно, каждый ребенок может субъективно восприниматься разными людьми, но здесь сверкающие примеры того, когда хейты и даже травли пошли просто из ниоткуда. Но знаете, что самое интересное? Джилибин Фиолетова! Мы знаем критиков, которые только прикрываются рофлом. Так вот, Джилибин – это чистое лицетворение рофла. Она прекрасно понимает, что ее пытаются задеть, но она не дает хейтерам желаемой реакции и просто приводит все в шутку. Впрочем, есть еще причина, хотя и очень тупая, почему целая половина интернета хейтит Желешку, а именно явления ПНГшников, или, как их зовут в народе, клоны Джилибин. Обожиданные клепатели шортов распространились по ютубу и тиктоку, как сумасшедшие. Правда, не надо, но сама я не натыкалась без видеокомментаторов. Но знайте, что это теперь такой же тренд, как и Гача Лайф. Кринжовый, детский или подростковый контент иногда безобидный, а иногда не очень. Да, это все начало Джилибин, но хейтить ее за подражателей... Это как хейтить меня за то, что многие пытаются клепать Фан Ян Симы как бешеные, просто потому что я делаю ролики про Фан Ян Симы. Но ладно, есть один тролль, который начал копировать Желешку, и имя данному существу — Мяубах. Если Джилибин — это само солнышко, лучик позитива и добра, то Мяубах — полная противоположность. Это самые мощные тролль, которые ради внимания выходят из-за все возможные и невозможные рамки приличия. А что самое главное, те самые нытики-комментаторы купились на тролля и теперь следят буквально за каждым шагом этого мужика, который притворяется аниметян. Ой, у меня после этой фразы аж флешбеки пошли. Но все это тем более не повода для доксинга самой Джилибин, которая даже блокнула Мяубах в своих соцсетках от греха подальше. Ах, доксинг. Ой, мама, опять флешбеки. Говоря об этом, я хотела бы затронуть тему безопасности в интернете. Ранее мы уже обсуждали, что нельзя сливать свои личные данные, а также фото своего тела разным извращенцам или фото своего места всяким сталкерам. Это я привыкла разделять свою личную реальную жизнь и виртуальную, но многие на самом деле не парятся об этом, и это не слишком хорошо. В ролике «Давтпины» вывели несколько правил, которые вы должны соблюдать, чтобы вы были в безопасности. Давайте зачитаю. Фото и видео несут информацию. Когда вы снимаете себя ИРЛ, вас и правда могут легко вычислить, найти самые разные странички и даже где вы живете. Даже если вы носите маску и темные очки во время видео, кто-то из вашей родни может пройти мимо и его лицо отразится в ваших очках или в зеркале. Также вы можете случайно спалить какой-нибудь номер дома или номер маминой кредитки. Так что подумайте над этим. Следи за значком локации. Важно выключать GPS, когда ты выходишь в сеть. Также контент нежелательно привязывать к месту по локации, если только это не какой-то прикол. Больше информации может привести к доксингу. Интернет – это опасная штука. Чем больше он о тебе знает, тем проще тобой манипулировать. Ты не обязан отвечать. У очень многих комментаторов, включая меня, порой так и тянутся руки делать ответки. Но правда в том, что ты вовсе не обязан давать реакции хейтерам. Ты можешь просто забить на них. Драма работает и на твое время. То же самое, что и предыдущий пункт. Только в отношении каналов с драмой. Лучшее, что ты можешь делать с хейт-видосами – игнорировать их. Тролли не отстанут от тебя до тех пор, пока ты не прекратишь реагировать на них. Тогда им просто станет скучно, и они пойдут искать менее пофигистичную жертву. Даже если ты где-то облажался, вместо того, чтобы злобно отвечать хейтерам и обзорщикам, попытайся извиниться за свои ошибки и исправить их. Не важно, виновен ты или нет. Если ты будешь кричать о том, что ты не виновен, тебе будут продолжать и доказывать обратные. Либо потому, что кто-то реально хочет восстановить справедливость, либо потому, что тебя просто пытаются задеть. Хочешь быть анонимом? Попробуй. Я имею в виду, все хотят популярности, но вот вы знаете меня в реале? Нет, я говорю с вами через мою ОС, и всех все устраивает. Так что, если хочешь быть хоть ютубером, хоть ПНГ-тубером, будь кем захочешь. Если ты школяра, заведи себе другой микрофон. Без контекста я бы подумала, что речь о смене голоса через программы, но нет, это реально лайфхак здесь. Заведи крутой микрофон, и никто не будет думать, что ты школьник. Хм, может, когда я куплю себе микрофон, мне будет даже не стыдно открывать бустер? Если вы... Но из этих, то будьте осторожнее с родителями, особенно в странах СНГ. Ну и последнее, не будьте как Дрим. Забавные советы, но, как по мне, очень хороший. От себя добавлю, что вам могут нравиться всякие вещи, но о некоторых из них лучше не говорить вслух. 3, 2, 1, go! Reading my awful hate comments! Not you again! Oh, I get it, we got a funny guy here, don't we? We're funnier than you, that's for sure! Закончим на позитивном. Вы знали, что на основе всей драмы есть фэнфэмод? Теперь вы знаете. Только если вы не выкупаете, при чем тут скелеты, то на самом деле это те же авторы разносов, но еще ленивее. Откуда-то пошел тренд вставлять в видосы желешки эту гифку со скелетами и прописанным хейт-комментом. Иногда шутки действительно забавные, но, как бы сказать, они очень надоедливы. Были даже примеры, когда шутка про батью, который вышел за сигаретами, повторилась 5 раз на протяжении 20 секунд. Это начинает становиться таким же жалким и не смешным, как шутки про мамаш. Вообще, по мнению Шугара, это также может быть просто рофлом, то есть отсылкой на самих комментаторов, что тоже, как по мне, забавно. Мне очень нравится трек Этросити и как он был сделан. Мелодия, скелеты, наложение реального голоса, желешки, даже создание ноты на основе ее голоса. На данный момент Этросити является мемик, который каждый может перерисовать в своем стиле. Ну и главное, посыл трека. На хейтеров не нужно обращать внимания. Просто будьте хорошими людьми, следите за своей безопасностью и вам ничего не будет угрожать. Ведь сколько не было бы завистников, всегда побеждает адекватность. На этом все. С вами была Вероника Кафи. Лайк, подписка и коммент по желанию. До следующего видео, мои просвещенные умы. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok